Тем временем в Югре тестируют платформу дистанционного электронного голосования. Заявку на участие подали более 31 тысячи жителей округа. В Югре, как и в других регионах, тестирование продлится по 17 ноября. Югорчанам предлагают представить, что они участвуют в реальных дистанционных выборах. Избиратель подтверждает свою личность с помощью портала госуслуги и номера телефона. Затем ему выдают электронный бюллетень и персональный код шифрования. Протестировать систему можно в любом месте и в удобное время с помощью компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона. Самое главное – найти место с устойчивым интернетом. Кроме того, во время таких тренировок можно проверить свою технику и браузер на соответствие требованиям портала. Сами же разработчики оценивают функциональность платформы и могут внести коррективы. Никаких особых проблем у нас выявлено не было. И на текущий момент, то есть за вчерашний день и на настоящий момент уже смогли проголосовать 12 285 человек. Это 62% от тех, кто подал заявки на участие в тестировании дистанционного электронного голосования. Продолжение следует...